ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свой вопрос гостю сегодняшней программы. Единственная просьба вопроса задавать исключительно по теме сегодняшнего эфира. А я напомню, что говорим мы о борщевике Сосновского. Евгений, если обобщить статистические данные, какова площадь произрастания борщевика в Одинцовском районе? Может быть, какой-то своеобразный рейтинг составим? Где его больше, где его меньше? По результатам мониторинга в настоящий момент выявлено порядка 115 гектар на всех территориях. На частных территориях, на муниципальных территориях, в границах полос отвода дорог, федерального и местного значения. В настоящее время обработано порядка 75 гектар. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. То есть, в принципе, такими хорошими темпами идет борьба с борщевиком, потому что еще 13-го было 61, по-моему, гектар. Да, да, стараемся. Где борщевика больше, где борщевика меньше, и, может быть, по каким причинам такая ситуация сложилась в том или ином поселении? В границах городского поселения Кубинка, вот по нашим данным, по результатам мониторинга, самая большая площадь произрастания порядка 48 гектаров. Самая меньшая в границах городского поселения Денцова. То есть, я так понимаю, что в Кубинке и борются с ним активнее всего? Соответственно. А рядом с Кубинкой у нас еще, кажется, Никольское и Большие Веземы. Никольское и Большие Веземы, да. Там тоже достаточно большая площадь произрастания. Как раз и этим поселением выделяют соответствующие субсидии. Вот если говорить о субсидиях, достаточно ли этих денег будет для борьбы с борщевиком? Министерством сельского хозяйства была проведена определенная работа, расчеты, которые показывают, что должно все-таки хватить. Ну, плюс еще и муниципальные средства тоже будут нужны. Конечно, муниципальные средства в любом случае в рамках муниципальных программ по благоустройству также будут задействованы. А по какому принципу выбирались поселения, которым эта субсидия досталась? Там, где борщевика больше, какой-то есть норматив произрастания? Ну, соответственно, вот в этих поселениях площадь произрастания больше 10 гектар. Это и есть как раз норма предоставления субсидий. Говорят, еще совсем немного лет назад борщевика было в разы больше. Что способствовало его такому разрастанию по району, по Московской области, да и, наверное, по России в целом? Думаю, что все-таки недостаточно внимания уделялось этой проблеме. И в основном он произрастает по краям дорог, сельскохозяйственных угодий. Где все-таки недостаточное количество в свое время было уделено внимания этому опасному сорняку. И он разросся. А это у него получается достаточно хорошо. К сожалению, достаточно быстро. Да. Мы уже сказали о том, что в Кубинке борщевика больше, чем в других поселениях Одинцовского района. И борются там с ним активнее. А вот каким именно образом наш съемочная группа увидела собственными глазами? Посмотрите и вы. Борщевик живой изгородью отделил Нарасановские поля от дороги. Машина здесь не редкость. Это известные дачные места. А значит, борщевик тут лишний. Его сок – серьезная угроза для здоровья людей. Попадая на кожу, он делает ее беззащитной для ультрафиолета. При попадании, может, в дыхательные пути и на кожу вызывать сильнейшие ожоги. Особенно в период цветения и в теплое время года. Кубинка – лидер своеобразного антирейтинга по количеству борщевика. На одной позиции с ней Никольская и Большие Веземы. Именно в этих поселениях борьба с ядовитым сорняком идет активнее всего. Средства на эти цели выделили не только муниципальные власти, но и Минсельхозобласти. Сначала обрабатывается механически, механическим путем для достижения наиболее эффективного результата. Потом дальше уже обрабатываем специальным составом, чтобы исключить возможность повторного его появления. Борщевик – растение живучее. Одним ядом его не уничтожить. Поэтому сотрудники племхоза Нара Асановский используют гремучую смесь Торнадо 500 и Анкора 85. На борьбу с сорняком выходят во всеоружии спецкостюм, респиратор, перчатки, резиновые сапоги. Обязательны. Заправляем ручной опрыскатель в смесье двух препаратов. Анкор 85, который уничтожает борщевик. И Торнадо 500, который не дает ему расти, быстрее высушивает растение. Заправляем аппарат и проходит человек, обрабатывает лиственную поверхность препаратом. После чего в течение двух-трех недель борщевик перестает полностью расти и потихонечку засыхает. За два часа борщевик впитает в себя яд. Но его действие на сорняке станет заметным лишь пару недель спустя. Правда, химикаты действуют неизбирательно. При попадании убивают все живое. Поэтому на сельхозземлях применять их нужно осторожно. Опрыскивание должно происходить со стороны поля, чтобы не затронуть культуры. Эту площадь обработали в мае месяце, в конце мая. Семен он больше не дал. Начинает потихонечку засыхать. Значит ли это, что здесь борщевика больше не будет? В следующем году, если новые семена не придут, то в следующем году он не взойдет. Сейчас борьба с борщевиком в Одинцовском районе находится в активной стадии. Из 115 гектар, на которых он произрастает, 70 уже обработаны. К концу августа должна быть одержана окончательная победа над ядовитым сорняком. Напомню, в прямом эфире ОТВ программы «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о борьбе с борщевиком. Телефон 8-495-508-86-84. Дозвонившись по нему, вы можете присоединиться к нашему разговору и задать свои вопросы гостю в студии. У нас в гостях Евгений Новоселов. Евгений, более 70% гектар уже обработано. А когда оставшиеся 40 с небольшим будут обработаны, очищены? Я думаю, в течение 3-4 недель мы должны закончить эту программу и обработать всю территорию. А когда станет понятно, что борщевик больше там не прорастет? Только в следующем году или в этом году уже какие-то признаки будут? В этом году, конечно же, будет. Но в основном все будет понятно в следующем году. То есть это работа системная. Программа рассчитана на 3 года и средства также будут выделяться, я думаю, порядка 3 лет. Лишь методической системной работой можно искоренить ее полностью. Мы с вами уже услышали о том, что есть несколько способов борьбы с борщевиком. Расскажите о них поподробнее. Их, насколько я понимаю, 3 на самом деле. Не 2 механические, а химические 3. Что это за способы? Какой наиболее эффективный? Механические, с помощью специальных механических косилок, которые применяются там и в полосах отвода, да, там, учитывая достаточно большую площадь произрастания. Просто чисто физически человеку тяжело обработать, да и опасно, честно говоря, такие большие площади. Поэтому с помощью косилок, тракторов это все обрабатывается механически, а также химическим путем, как было показано в сюжете, с помощью специальных гербицидов и опрыскивания этого сорняка. А также при больших площадях на земле сельхозназначения это агротехнически. Это вспашка и, так скажем, засеивание этих полей уже сельскохозяйственными культурами. Я так понимаю, что есть, имеет значение, какие земли, да, при выборе метода истребления, так скажем, борщевика. Да, да. Вот можете об этом рассказать подробнее? Если это полоса отвода, там можно использовать все способы? Можно все использовать. Если сельхозполя? Если сельхозполя очень аккуратно, как уже было сказано в сюжете, там, со стороны поля, учитывая погодные условия, чтобы гербицид не попал на сельскохозяйственные культуры и потом не был собран и не пошел, там, на корм, допустим, скоту, или и потом не попал, там, с молоком, допустим, в молоко не попал. Насколько я понимаю, нет какого-то конкретного яда, который будет действовать именно на борщевик избирательного характера? Или, может быть, что-то уже появилось? Ну, я думаю, что нету. Есть общие гербициды, которые действуют, так скажем, на все живое, поэтому здесь, опять же, очень аккуратно нужно рядом с сельхозполями, рядом с жилыми массивами какими-то очень аккуратно пользоваться, чтобы не попало на сельхозкультуры и также, там, на людей, и, там, с учетом распространения, там, с ветром не попало, допустим, там, в окна, люди, не дай бог, не дышали этим всем делом. Ну, конечно, после обработки гербицидами печальная картина остается, выжженная земля. Вот сколько этот участок земли, обработанный ядами, будет выглядеть именно так, когда травка появится? Ну, до конца сезона, в следующем году природа берет свое, и снова там порастают, там, и трава, и все, что там, как бы, есть. В том числе, может порасти, конечно, и борщевик, но он уже будет, так скажем, меньшей силой, и с ним будет легче бороться. Важно, в какое время года, значит, борьба с борщевиком, когда это лучше делать? Это лучше делать в период вегетации, конец апреля, начало мая. А насколько сейчас, ну, скажем так, снижена эффективность этой борьбы? Или она не снижена, а на том же уровне? Ну, она, конечно же, немного снижена, но, тем не менее, все равно растение теряет свою силу, свою силу, и там, в следующие периоды, оно, конечно же, не будет прорастать так агрессивно. А если брать по категории земель, где борщевика больше? Это сельхоз земли, это вот полоса отвода? В основном полоса отвода, сельхоз земли тоже по краям есть определенные места достаточно большого зарастания. Рядом с водоемом также где-то это может быть. На территории населенных пунктов, ну, это, там, минимально, по большому счету, что показывает как раз минимальная площадь зарастания вот на территории городского поселения Денцова. А стоит ли людям самостоятельно пытаться бороться с этим борщевиком, и если да, то какие меры предосторожности стоят? Я думаю, что на своих участках, конечно же, стоит, а если это территория поселения, то лучше обратиться в органы местного самоправления, которые в рамках своих программ, и с учетом как раз выделенных субсидий, будут с этим бороться профессионально. А есть ли, ну, скажем так, у борщевика какие-то естественные враги? Вот можно, например, засеять какую-нибудь траву, и победит он борщевик? К сожалению, нет, да. Все-таки человек с помощью, там, механического, механического способа обработки, химического, все-таки наиболее эффективна борьба эта. А чем же, вот мы все время говорим, борщевик опасен, борщевик опасен, чем именно он опасен? Вот его сок, эфирные масла, пыльца могут вызывать ожоги кожи, слизистые оболочки. Даже вдыхать его очень не рекомендуется. Обязательный ли контакт с борщевиком, чтобы получить ожог, или достаточно просто находиться рядом? Ну, непосредственный ожог, самые сильные последствия, конечно же, после контакта. Но ожог, ну, небольшой, там, слизистый, там, при вдыхании, там, в том числе, да, в период цветения, ну, тоже можно в определенной степени получить. Чем же опасен борщевик, и что делать, если контакт с ним все же произошел? В следующем материале. У борщевика сосновского нет колючек. Прикосновения к нему не причиняют дискомфорта. Но первое впечатление обманчиво. И это становится понятно не сразу, спустя несколько часов или даже пару дней. Сок сорняка, попадая на кожу, лишает ее защиты от ультрафиолета, как следствие серьезной ожоги. Сначала на пораженном участке появляется темное пятно, затем покраснение, и уже после волдыри, наполненные жидкостью, характерные для ожога второй степени. При этом может повыситься температура тела. Что же делать, если контакт с ядовитым сорняком все же произошел? Первым делом необходимо пораженный участок кожи как следует промыть водой с мылом, исключить попадание солнечных лучей в течение трех дней. Если все же появление пятна или волдырей избежать не удалось, место ожога нужно обработать хлоргексидином или фуруцелином, дать подсохнуть и наложить чистую сухую марлевую повязку. А лучше всего обратиться за помощью в медицинское учреждение. Будьте осторожны, обходите борщевик в сторону, а еще лучше сообщите в местную администрацию о том, где этот ядовитый сорняк произрастает. 508-86-84, телефон прямого эфира. Мы сегодня говорим о борьбе с борщевиком. Чем борщевик опасен для людей, понятно. А для животных он представляет какую-то угрозу? Конечно, тела животных покрыты шерстью, однако там есть тоже места, которые могут быть обожжены борщевиком. Это слизистые оболочки, нос, пасть, язык тоже могут быть обожжены. И последствия этих ожогов могут быть достаточно серьезные для домашних животных и для сельхозживотных. Поэтому не стоит кормить борщевиком коров, как это хотели делать раньше? Конечно, не стоит. Я думаю, что эти случаи уже исключены из практики сельхозпроизводителей. А вот домашние животные, конечно, где-то могут пострадать. Где-то естественным путем, да, где-то щепа какая-то при обработке в том числе может попасть на шерсть домашних животных, кошек, собак. И они, вычесывая, могут проконтактировать с ним, если есть оболочка, так же может быть обожжена. Поэтому отдыхать на природе надо тоже с умом быть внимательным, где гуляете сами и где выживаете своих питомцев. Сейчас Министерство экологии готовит законопроект, который предусматривает штрафы как для физических, так и для юридических лиц. Ну, скажем так, за вот такую невнимательность к своим владениям. Как вы относитесь к этому законопроекту? На том числе положительное, потому что это будет являться дополнительным рычагом воздействия на недобросовестных землепользователей. А добросовестные им бояться нечего, у них и так все в порядке. Я думаю, что этот законопроект заставит уже на этой стадии задуматься людей, у кого произрастает на участках, в малых объемах, в больших объемах, и потратить лучше эти деньги на обработку, а не на штрафы. А вот, кстати говоря, вы же и сейчас взаимодействуете с дорожниками, в полосе отвода которых растет борщевик. С Мособлэнерго недавно они были на совещании. Лесхоз, я так понимаю, тоже участвует в этой борьбе. Насколько они контактны, насколько они готовы услышать просьбы бороться с борщевиком? Ну, о важности и сложности этой проблемы все в курсе уже. В этом году Министерство сельского хозяйства, правительство Московской области, все центральные органы исполнительного власти до всех доведены. Там, поручение губернатора, вот, все, так скажем, понимают важность, сложность этой проблемы. Вот, у нас в понедельник прошло первое заседание штаба, где были приглашены все там главы сельских и городских поселений, также представители комитета лесного хозяйства, Мособлэнерго и Мособлэнерго, которые подтвердили то, что все активизируют свою деятельность по борьбе в своих зонах ответственности. А предприниматели, на участках которых произрастают, готовы бороться? Я думаю, тоже готовы, понимают. Вот Нарасановский боролся? Да, боролся. Остальные тоже собственники, где достаточно большая площадь произрастания, всем направлены соответствующие уведомления, письма про результаты мониторинга. Мы ожидаем хорошего результата. Вы уже сказали, Евгений, что в Одинцовском районе работает штаб. Когда он был создан, кто в этот штаб вошел и каковы его главные цели? Постановлением руководителя администрации создан этот штаб, туда вошли, как я уже говорил, руководители всех городских и сельских поселений, а также представители лесхоза, Мособлэнерго и Мособлэнерго, Мособлэнерго, знали позицию, знали, где, на какой территории, за что отвечает, какая площадь. Ну и понимаете, что мы все работаем вместе, друг другу помогаем, чтобы достичь максимального результата. В каком режиме этот штаб работает? Как часто собираетесь? Как часто обсуждаете ход борьбы? Я думаю, что в понедельник было первое заседание. Я думаю, что мы будем регулярно собираться в течение двух-трех недель. Результатом как раз работы мы соберемся еще раз, подведем результаты, поставим новые задачи, если это потребуется. А 115 гектар, на которых произрастает борщевик, каким образом они были вычислены? И есть ли вероятность, что к ним еще какая-то площадь прибавится? По результатам мониторинга, который произведен на местах, органами местного самоправления, вычислена эта площадь. Возможно, что где-то могут появляться небольшие дополнительные площади, которые мы также готовы обработать до конца. Я так понимаю, что в этом могут помочь жители Одинцовского района, которые должны обращаться в местную администрацию? Да, в местную администрацию, на портал Добродел, в местную администрацию и лично, и посредством электронной почты. Также можно обратиться. И желательно, чтобы органы местного самоправления понимали, где это борется, ориентиры, фотоматериалы, может быть, координаты, что-то такое, чтобы ясно и точно понимать, где произрастает борщевик. А много обращений от жителей вообще поступает на эту тему? Ну, есть определенные. Не скажу, что очень много по сравнению с другими районами Московской области. Ну, порядка 10, 12, 13 обращений у нас за этот год было. То есть, в принципе, для Московской области это цифры небольшие. Небольшие, небольшие. Как вы думаете, в какие сроки реально борщевику удастся побороть? 2-3 недели успеете или все-таки... Я думаю, должны успеть по максимуму, да. Да. Задача стоит такая. Задача стоит такая. Вот в зависимости от погоды, природы, до какого времени можно бороться с борщевиком? Ну, конкретных храмов, конечно же, мы не ставим. Поэтому, ну, до полного уничтожения. То есть, в принципе, и в октябре можно будет это сделать? Я думаю, что мы успеем до этого, и в октябрь мы точно не уйдем. То есть, уже можно будет праздновать победу над борщевиком? Да, я думаю, что да. А как вы думаете, в какие сроки полностью борщевик исчезнет? Надеюсь, из Дезинцовского района. Ну, программа у нас рассчитана на три года, поэтому будем системно мониторить, и будет видна некая динамика, да, уменьшение площади. И постепенно, я думаю, мы с ним искореним его полностью. Ну, а я напоминаю телезрителям, что они также могут сообщать о местах произрастания борщевика. В администрации цифр не боятся, за показателями не гонятся. Главной целью стоит победить ядовитый сорняк и не допустить ни в коем случае никаких ожогов. На сегодня у нас все. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok